всем привет 5 февраля пивная пятиминутка илья ну что ж воскресенье день веселый поэтому саботаж как всегда у нас уже второй год а нет второй год будет в июле уже 3 короче я запутался не факт winter planet все третья баночка заканчиваем с winter planet прошлом году он у меня был блин в начале года до с выпусками про зимнее пиво в этом году чё так как-то не получилось у них все выпустить одновременно и до 14 числа ну давайте ну 10 01 пока она к нам зашло как раз было уже 14 где-то в течение трех дней заходит в сети саботаж и вот сорян чё уже февраль мы только пробуем зимнее пиво так это у нас что это у нас версия 2 я об этом уже говорил если кто не внимательные версии один вот и давайте сравним да не блин так это может даже и не версия а тут ингредиенты разные вот я они нарисованы когда у них нарисованы вот у него в банке в руке разные ингредиенты тут перец тут я не знаю что что такое зеленое это мы сейчас прочитаем но тут одинаково тут одинаково это я так понимаю грейпфрут но вот здесь вот у нас что это у нас брусника а здесь у нас облепиха они полностью разные это не версия 2 такие дела просто баночки похоже я сравнил только ттх я не сравнивал этот как его состав были ну это круто что они сделали совершенно другой напиток получается из трех банок только одна была версия два две другие ни хрена на веночкой смотрите в старом оранж энд салбери winter фармер саур эль а в новом оранж все ёпты я такое не выгорю буктор энд джинджер спайси саур эль спайси почему здесь перец нарисовано здесь нет а тут не спайси яду по ттх старый стал невнимательный тут у нас семерка тут семерка по алкоголь тут 18 тут 18 и ph я только на него обратил внимание тут 33 тут 34 то есть я хотел сказать подготавливал речь о том что ну вот опять на снижение они пошли до этих параметров то есть 33 это более кислое 34 это менее кислое чуть-чуть подкорректировали может по отзывам не по отзывам я не знаю по каким нахрен отзывом а в тапки наверно точно что-то я про него и не подумал потому что ребята какого-то хрена с девятнадцатого года наверное я смотрел там последние сообщения не ведут контакт элементарный может и нигде в телеге есть но я вот и уже старый я по таким вещам вообще не лазер не не шарив как бы так вот контакты вот я как зарегался на группу все смотрю ничего нету ничего нету было бы очень прикольно вот лично для меня алдова я вконтакте началось седьмого года не 17 7 и мне бы очень было удобно листать все новости какие у них там эти новые варки какие коллабы кстати про коллабы поговорим на следующей неделе были там будет очень интересная баночка но они уже на следующей неделе так что неделю придется потерпеть смотрите по составу вода салт ячменный салат пшеничный сок апельсина вода писем только о чем красный то я думал это грейпфрут ну ладно так дальше у нас старый идет брусника в новый у нас идет сок облепихи брусника просто брусника не не сок нет ничего так дальше у нас идет в старый перец чили в новую же пошел ну сок виноградный имбирь тут имбиря нету дальше пошел имбирь корица хмель прессован потом уже перец чили гвоздика сорбат калия а тут у нас все корица гвоздика то есть тоже есть перец чили слушайте они отличаются вот я блин а вот я блин промаху как я не мог заметить что разные картинки я же смотрю доскональнее сравнивать и банки так что убираем это не версия 2 так 7 алкоголя имбирь это имбирь че у нас там облепиха точно брусника она поярче звучит облепиха такая скромная скромная перец но если только на отголоска каких-то но в принципе перец у нас потом после глотка уже сядет вот здесь вот и будет нам бёрнить давайте пробовать он такой мягко так я жду перца но такое мягкое вообще 7 градусов 18 плотности плотность да вот она обволакивает как обычно 7 градусов конечно нахрена нигде там не почувствуете таким девочек конечно спаивать ну конечно если у вас деньги позволят что вряд ли взрослые это работающие мужчины все такое не мол не хотят не могут позволить а уж студент который будет спаивать девочку кисленько а где перец а вот он чуть-чуть ну смотрите конечно же тут перец и перец идет уже после дрожжей пивных после хмеля дрожжи хрец после хмеля то есть там его совсем немного где-то он на отголосках должен быть но наверное он оседает после употребления побольше это кисло сладенько прикольно апельсина вот так кстати как и цвет цвет вообще апельсиновый классный о подсадочке там какие то есть чет плавает немножко совсем прям дэшку я уж не не стал читать да у них как всегда пиво нефильтрованное не пастеризованное не не осветлены да ничего не поменялось облепиха она скорее для запаха было для мягкости на вкусе наверное ее искать не стоит это апельсинка кисло-сладкая апельсинка перец тоже очень завуалирован по поводу имбиря корицы может быть но нет его тоже они идут уже после дрожжей а нет так гвоздика идет после дрожжей а имбирь корица до дрожжей да блять опять меня заел какие дрожжей хмеля то есть там как бы должно быть ну должно быть но может быть там опять у них идет все в купе вот все совместно то есть можно разделить вкусы дано ты почувствуешь одно второе третье по очереди а можно это все так скупажировать что у тебя просто апельсин цитрусами сказал бы да отрыгнул цитрусами цитрус тут много апельсин много вот можно так скупажировать что ты не можешь расчленить вкус они вот так хорошо друг с другом слились что ты вроде пьешь что-то вкусно но ты не можешь понять что ты пьешь на миндалинах перец чуть-чуть вот где-то оседает но он тоже очень-очень лайтовый добавили его мало и в принципе ну и зачем много тогда так вот в баночке у него которого вот так вот держит это корень имбиря да это корень имбиря неплохо класс вот вот сочетание вкусов и ты вот не можешь расчленить хорошо по мне да хорошо по мне так все хорошо когда и ты чувствуешь одно за другим на глотке на вкусе а послевкусие и когда у тебя вот это все идеально сочетается настолько идеально что нету какого-то переборща но хотя вот апельсин когда апельсин прямо мощный но вот остальные ингредиенты какой-то смягчает какой-то кислит и вот так далее и вот они туда вот в этот апельсин вкрапились и как бы все и ты не знаешь что там еще есть слушайте достойно достойно ой я уже все допил мне еще хочется не от это кислинки так это слюни вырабатываться что еще уход все саботажу спасибо будем на этом на нем на этом на этом на нем заканчивать и продолжать еще следующее видео так что не прощаюсь это я сейчас еще в конце скажу поэтому не болейте берегите себя будьте здоровы открывать для себя новые стили пива это сауры да кто еще не успел это сделать я не знаю есть ли такие люди в принципе но из моих подписчиков вряд ли такие есть это вот батьки которые вот сидят за телевизором в маечке жигулевская рыбка типа помните как из нашей раши так как он там был то светлаков его играл из этого из таганрога тот мужик я забыл даже вот как его зовут пипец давно не смотрел они уже не вот открывать для себя новые пива варне это конечно же саботажик до раз в недельку мы его дегустируем очень достойно очень хорошо на саурах уже не первый десяток раз говорю что на саурах они набили руку саур точно можно пробовать а вот что то что последний раз был это портер балтийский но вот что то вот они уже ослабли в этом деле как-то вот все это не очень но охмелён очки тоже ну охмелёнки охмелёнки на что прямо супер какие-то они были классные ну тоже не скажешь то есть ну вот все ребята свою стезю нашли какая-то забыл пиварню как здесь санкт-петербург это хоп хеды хоп хед в супах там эти вот все в сауры ударились и на хрен им ничего еще не на мне кажется что очень-очень жалко но все не прощаюсь увидимся через какое-то время дальше у нас будет майзл вайс а да по спойлерю немножко да до конца я думаю все равно вряд ли кто смотрит а после этого если я еще выживу то будет из кб этот как его там называют масс-маркет короче хрень из кб давайте ждем